Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Прио. Тот, кто хоть немножечко занимается мификрейдами, само собой знает о достижениях на Кромке Лезвия и Зал Славы. Достижение на Кромке Лезвия чуть проще, чем достижение Зал Славы. Чтобы получить на Кромке Лезвия, нужно убить мифического босса, текущего актуального, до выхода следующего обновления. То есть, например, на текущий момент, чтобы получить на Кромке Лезвия Сир Динатрии, нужно убить Динатрия до выхода обновления 9.1. Времени еще имеется достаточно, 2-3-4 месяца. Многие люди еще успеют получить Кромку, это факт. Но Зал Славы уже, можно сказать, заполнен. С целью того, чтобы получить Зал Славы, гильдия должна в формате топ-100 закрыть эпохальный рейд. То есть, убить, собственно, Динатрия на текущий момент в эпохальном режиме в формате топ-100. Имеется топ-100 Орда и топ-100 Альянс. В тот момент, когда Зал Славы заполняется, происходят нерфы, прям вообще жестокие по боссам. То есть, там чуть ли не на 10-15% нерфят кпшечку, урон многим-многим боссам. Последних боссов ослабляют очень сильно. И, само собой, открывают кросс-серверный мифик рейд. То есть, например, человек, играя на ненаселенном сервере, может играть с человеком с населенного сервера в мифик рейде. До того момента, пока Зал Славы не заполнится, так нельзя. То есть, мифик рейд только для тех людей, которые находятся на одном сервере. Ну да ладно. Чтобы попасть в Зал Славы, можно играть, собственно, на любом регионе. Давайте сейчас перенесемся в этот Зал Славы на официальном сайте Blizzard и все рассмотрим. Вот он у нас, Зал Славы Ордынский. Поздравляем гильдию Комплексти Лимит с Fort First Completion. То есть, гильдия Комплексти Лимит, самая первая, закрыла мифического Динатрия. Ну и так как гильдия Ордынская, то они имеются тут в лидерстве, на первом месте, 24 декабря. То есть, мы листаем ниже-ниже, мы видим регионы абсолютно все. Америка, Океания, Европа, Чайна, Америка, Океания. Ну и все, то есть, на этом регионы кончаются, да, 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 да. Ну и все, то есть, 3 февраля уже Зал Славы был закрыт, Ордынский. Альянсовский все еще наполнялся, наполнялся и наполнялся. Все-таки на альянсе гильдии играет меньше, людей играет меньше и заинтересованных коллективов меньше. Первая гильдия, которая на альянсе убила эпохального Динатрия, гильдия Экзорсус, 3 января. Молодцы, хорошая работа. Листаем дальше. Европа, Чайна, Америка, Океания. Дальше, 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 дальше. Тайвань имеется, да, например. Листаем, 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 листаем. И начинается веселье. Смотрим внимательно. 74 место, 75, 79, 81, 82, 83, 84, возможно 85, 86, 87, 88, 89. Чайна, 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 чайна. Вы скажете, ну ребята оделись, у них произошло озарение и они начали закрывать мифического Динатрия. Как бы не так. Имеются довольно-таки интересные логи. Логи, расскажу, что это такое, это текстовая запись боя. То есть, опираясь на логи, можно глянуть, сколько раз был убит босс, как был убит босс, то, где находился, в какой момент времени, кто, как прожимал свою ротацию. И все-все-все вообще можно считать с помощью логов. Если вы умеете ими пользоваться, это замечательно, если нет, учитесь, в будущем вам это пригодится. И на вовхеде раздули статью, в принципе, правильно сделали, то, что имеются записи логов, имеются гильдии, такие как, например, Stargaming, которые закрывали людям зал славы. То есть, имеются игроки, которые, например, имеют только трех закрытых убитых в мифике боссов. А именно, Гризишмяк, Солчфист, Стоун Лиджин Генералс, Каменные Генералы, Генералы Каменного Легиона и Сир Динатрий. То есть, такие люди на текущий момент находятся в зале славы. Это честно? Ну, типа, как бы да, но это не то, что вообще требуется для попадания в зал славы, скажем так. Ну, то есть, это неправильно просто-напросто. И показывается картинка то, что альянсовский зал славы скоро закроется. То, что в нем вот два места осталось. Четыре. Последнее место, девяносто шестое. Откроется кросс-реал мифик. То есть, можно будет в мифик рейд ходить межсерверно и все такое прочее. Но, давайте сейчас посмеемся немножечко. Хотя, ничего смешного в этом нет. И откроем все эти логи, которые имеются на сайте Warcraft Logs. Чуть-чуть отдалю, масштаб нормальный, приемлемый, сделаю. Кто-то не может там один раз убить мифического Динатрия. Кто-то рикельнуть его не может и все такое прочее. А вот мы, например, открываем логи за 2 марта. Что мы видим? 12 убийств мифического Динатрия. Вы спросите, как это возможно? Все легко и просто. Логи сами по себе привязываются к одному человеку, к пользователю, который их записывает. Тот человек, который записывал этот лог, это KL78771288. И он, перезаходя на разных персонажей, записывал эти логи. Таким образом, мы видим перед своими глазами 12 убийств мифического Динатрия. В разное время, на разных никнеймах. И там очень много китайских никнеймов. Я выбрал некоторый лог, с помощью которого я вообще мог отследить хоть что-то. Вот он. Да, тут имеется маг с ником KenrickSiv. FireMac. То есть, если мы отлистаем ниже, будет показана вся информация абсолютно по персонажам. Ну, просто китайские никнеймы и иероглифы считывать вообще невозможно по-нормальному. Ну, их сложно запомнить. Я не изучаю китайский язык, чтобы как-то что-то понимать в этом. Все такое прочее. Открыв этого мага, я увидел, что у него просто-напросто убит Совет. Убит Гризешмяк. Убит Предласт и Ласт. Совет у него убит 9 февраля. Генералы, Гризешмяк и Динатрий уже убиты именно в этом рейде, 2 марта. Остальные логи с остальных боссов, ну, скорее всего, просто-напросто закрыты, как и у меня. То есть, мы их не увидим вообще, в принципе. Окей. Я еще ластовую ссылочку тут подготовил. Это уже конкретно Альянсовские гильдии. То есть, тут еще веселее. Откроем, например... Что у нас получается? 24-ое. Ну, не, я хочу 26 февраля открыть. Поинтереснее. Тут вроде как фул рейд, все такое радужное, замечательное. А, 1 килл. Извините, не тот лог открыл. 28 февраля. Угу. Где тут иконка Динатрия? Найти бы ее. 13 убийств Динатрия. Как вам такое? Ребята просто каждый час-полтора келяли Динатрия. Перезаходя на другие аккаунты. Как они это делали? Они заходили на аккаунты других людей. И... В тот рейд. Ту гильдию, которой они проходили. Этого Динатрия, они закидывали человека с проходкой. С целью того, чтобы им просто-напросто не чистить пул рейд. То есть, в тот момент, когда вы заходите в замок Нафрия, вам предлагается квест на убийство Гризешмяка. Четырехкратное убийство Гризешмяка. В тот момент, когда вы его убиваете четыре раза, вы получаете четыре его головы. И в тот момент, когда вы сдадите, вам будет открыта проходка. Но проходка довольно-таки странная. То есть, вам нужно убить Безгунью. Вам нужно убить Гризешмяка. И только потом будут доступны генералы. Ну и, само собой, Динатрий. В общем, люди хитрые, люди интересны. Что будет с Залом Славы, вопрос хороший. Но это неплохое наполнение Зала Славы за Альянс с целью того, чтобы побыстрее открыть его в межсерверном формате, этот замок Нафрия. Будут ли Близзард делать какие-то санкции? Будут ли аннулированы результаты этих гильдий? Будут ли учетные записи забанены? Вопрос хороший. Ответа не имеется. Пока что. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Будем следить за развитием ситуации. До скорого.